Ребята, всем привет! Сегодня я приглашаю вас отправиться в морское путешествие. Мы с вами нарисуем лодку, вот такую. Это может быть лодка или кораблик. Они у нас с вами будут необычные, и мы с вами отправимся в морское путешествие. Ну что, поплыли? Ребята, сегодня с вами мы рисуем кораблик. Мы сегодня нарисуем самый простой кораблик, а в следующий раз обязательно научимся рисовать другие виды водного транспорта. Для того, чтобы нарисовать простой кораблик, нам понадобится белый лист бумаги, который я развернула вот так вот. То есть вот эта часть самая широкая, потому что корабли обычно в ширину у нас располагаются. Нам понадобится простой карандашик, ластик, разные-разные фломастеры. Можно, конечно, рисовать красками, но у корабликов много деталей, поэтому я предпочитаю такие рисунки и при раскрашивании использовать карандаши, либо фломастеры. Сегодня у меня лежат на столе и карандаши, и фломастеры. И мы будем использовать сегодня с вами разные материалы. Итак, мы можем с вами приступать. Для того, чтобы нарисовать кораблик, первым делом нам необходимо нарисовать основную его часть. То есть это нос корабля, корма, борта и палуба. Поэтому где-то вот прямо в середине листа я прочерчу такую ровную линию, достаточно длинную, практически посередине. Вы можете использовать линейки. Я вот так проведу несколько раз, чтобы вам было очень хорошо видно. Где-то здесь у нас будет находиться палуба. В этой части я нарисую нос корабля. Здесь будет у меня будка, в которой сидит все время капитан. Называется капитанская рубка. И прорисую нижнюю часть корабля, практически в самом низу. Вот так вот линию прочерчу. И наш кораблик будет похож на большую кружку, чашку, да, такую широкую. И теперь я от кончиков провожу такие полуокруглые линии сюда и в другую сторону. У меня такие получились круглые борта. Они могут получиться разными, не обязательно делать их одинаковыми. Передняя и задняя части у корабля обычно отличаются. И вот у нас с вами получилась такая фигура, похожая на чайную кружку. Далее мы с вами нарисуем капитанскую рубку или каюту. Вот здесь, прямо вот в этой части, я пристрою вот такой прямоугольник. Длинный, достаточно большой. Это будет каюта капитана. Я нарисую здесь такую округлую дверь. Можно делать ее более прямоугольной, можно скругленными краями, вот так. И, конечно же, там будет окошко, иллюминатор. Я нарисую маленький кружок и внутри него еще один. Вот у меня получился иллюминатор. Обязательно на борту корабля должен быть спасательный круг, поэтому рядышком. Можете использовать круглый предмет, например, баночку из-под гуаши. Я вот здесь расположу спасательный круг. И сразу же на нем сделаю вот такие разметки, потому что спасательный круг имеет яркую окраску. Он должен быть хорошо виден с воды, и поэтому его часто рисуют полосатым. Он имеет обычно красный и белый цвет. И впереди мне немножко осталось местечко. Я здесь нарисую окошко в каюте капитана, да, и в его капитанской рубке. Там у него внутри штурвал будет располагаться. И вот так обозначу окошко. Здесь вот над крышей можно нарисовать такой пузырек пошире. У нас сегодня с вами такая небольшая лодочка, катерок получится, да. Может быть, это буксир. А корабли бывают самые разные. Бывают огромные корабли, например, паром или теплоходы. У них много-много палубы, туда помещаются тысячи людей. А наш кораблик будет небольшим. И вот в этой задней, в кормовой части я нарисую такую трубу. Мой кораблик будет без паруса. У него будет такая труба, откуда будет выходить дым от топлива сгоревшего. Я нарисую вот в эту сторону фигуру, похожую на букву Г. Вот. Таким вот образом я это нарисовала. А вот в этой части я, чтобы показать, что труба у нас объемная, да, я нарисую вот такой вот овал. И смотрите, что у нас получается. Получается, что труба сразу, мы видим там внутри углубление, да. Вот такая труба у нас с вами получилась. Дальше. У корабля есть такая интересная штука, которая называется ватерлиния, да. И мы сейчас вот здесь вот эту линию нарисуем. То есть это та часть корабля, которая всегда находится на уровне воды. Ну, примерно, да. Вот она у нас, наша ватерлиния. То есть корабль погружается, вот здесь у него вода, а здесь надводная часть корабля. И вот в этой боковинке корабля я бы нарисовала несколько иллюминаторов. То есть там внутри у нас, если спуститься на другую палубу, будет еще одна комнатка, например, да. И вот там в этой комнатке или в машинном отделении будут вот такие окошки-иллюминаторы. Я нарисую в каждом окошке еще круг поменьше, потому что иллюминаторы имеют такие толстые стенки с заклепками. И вот там потом мы с вами вот так вот обозначим эти заклепки. Пока мы их нарисуем точечками, а потом обязательно обведем фломастером. Вот у нас с вами получилось три окошка, три иллюминатора. Еще я бы хотела на верхней его палубе, на основной, нарисовать несколько таких вот столбиков, которые бы обозначили заборчик, да, такой безопасный с канатами. Поэтому можно расположить их равномерно, можно располагать немного так, как вам хочется. И на конце каждого столбика я нарисую еще вот такие вот шарики. А теперь мне остается просто соединить вот такими вот линиями провисающими. Можно эти линии сделать выше, можно ниже, можно сделать в два ряда. И потом, когда я буду их обводить, я их сделаю потолще. И у меня получился такой бортик в виде каната, например. Что еще мы можем добавить? Мы можем добавить сразу несколько таких вот фон, да, мы с вами сделаем. Можно нарисовать облака, можно нарисовать море, можно нарисовать порт или причал. Я возьму и нарисую вот такие вот волны. Например, два или три уровня, да, и каждый из них я закрашу разными цветами. Вот эту полоску я, допустим, закрашиваю синим цветом, эту розовую цветом. Следующую полоску я закрашиваю, например, желтым. И вот так вот. Раз, два, три, четыре. Вот у меня получилось четыре слоя, да. И вот эту линию все-таки я немножко сейчас сотру, чтобы она была слегка заметна. Здесь у меня кораблик будет раскрашен в разные цвета. И прорисую такие простые волны в виде маленьких полукругов. Посмотрите, вот такой вот кораблик, лодочка у нас с вами вышла. Теперь начинается самый интересный этап. Мы можем обвести все фломастером, темно-синим или черным, а потом приступить к раскрашиванию. Или наоборот, сначала начать раскрашивать, а потом в процессе мы с вами уже что-то обведем. Мы можем с вами выбирать самые разные цвета, какие вам только нравятся. Я хочу, чтобы моя лодочка была очень яркой, поэтому выбрала вот такой вот ярко-оранжевый цвет. Здесь очень много всяких деталей, поэтому придется немножко потрудиться, чтобы раскрасить нашу с вами лодочку. Особенно там, где у нас находится каюта и вот эти вот столбики. Обычно такие лодки, они очень маленькие, но при этом в них есть все. Там есть место, где отдохнуть и место, где можно поработать и место, где можно приготовить себе еду. То есть на таких лодках обычно все очень тесно расположено. Вот так вот цвета здесь я оставлю. Немножко оранжевый. Пока это оставлю. Дальше я возьму черный фломастер, например, и обведу вот эти столбики, чтобы я могла спокойно дальше раскрашивать. Я их сейчас обведу. Могу сразу их закрасить каким-нибудь более темным цветом. И то же самое сделаю с канатами. Я вот так вот обведу канаты. И я сейчас покажу, как сделать так, чтобы было видно, что канаты у нас такие вот объемные. Для этого нужно сначала нарисовать контур каждому канату. Потом мы можем взять, например, желтенький фломастер или карандаш. И вот так вот это все закрасить. Можно вместе со столбиками это сделать. И после того, как мы закрасим, мы с вами опять возьмем черный фломастер или коричневый и нанесем разметку, которая нам поможет угадать в этих линиях канаты. Да, вот у нас сегодня на корабле много деталей таких интересных, которые нам немножко усложняют работу. Не очень это просто делать. И вот сейчас я беру опять фломастер и вот такими наклонными линиями я прорисовываю узор каната. То есть сначала я провожу по вот этой линии, а потом загибаю немножко внутрь. У меня получаются узоры, как у настоящего толстого морского каната. Они должны быть очень прочными, потому что влага, морская вода и соль должны все это даже, канаты должны это все выдерживать, да, то есть вот эту силу ветра, силу воды, постоянное палящее солнце. Поэтому канаты должны быть очень прочными. Ну вот, с канатами мы закончили. Можно теперь раскрашивать сам кораблик. Я выберу яркий розовый цвет. Вы можете выбрать любой другой цвет, какой вам нравится. И сейчас у нас канаты уже раскрашены. И раскрашивать дальше будет проще. Я обведу сначала канаты, потом по контуру задний борт корабля. Волны. Пройдусь по контуру волн. И, конечно же, вокруг иллюминаторов постараюсь все аккуратно обвести сразу, чтобы ничего не испортилось. То есть оставляя много белого пространства, мы иллюминаторы красить не будем, мы их с вами только обведем. Обведем, мы добавим железные, вот эти металлические, толстые заклепки. И нам остается очень быстро, после того, как мы обвели все по контуру, остается очень-очень быстро все это закрасить. Где-то, может быть, вам придется подправить. Посмотрите, где-то, может быть, немного неровно. Я обведу несколько раз. Ну что, с основной частью корабля мы закончили. Теперь я раскрашу ту часть, которая находится внизу за ватерлинией. Да, тоже сначала проведу вот такие вот волны. Причем вот эти волны я могу вот здесь провести даже дальше. Вот, обведу корму дальше. И каким-нибудь более светлым цветом вот так вот все это закрашу. Очень удобно красить, если фломастеры широкие. Тогда я веду просто вот такие вот линии. Следующее. Я раскрашу стекло, через которое капитан смотрит. Возьму карандаш. Он не будет давать такого плотного цвета. Как раз то, что мне нужно. Слегка такой голубой цвет. Закрашу дверь. Делаю ее такой яркой, сочной, желтой. Где-то, видите, у меня остались места не закрашены. Я потом вернусь и закрашу их розовым цветом под цвет. Основной цвет кораблика. Тоже вокруг обвожу иллюминатор. Я его сейчас не буду трогать, закрашивать. Пока только дверь. И вот я вижу, что у меня вот здесь осталось местечко. Поэтому я опять возьму розовенький сфосломастер. И вот здесь, тонкой стороной, мне не хватает немного цвета на палубе, добавлю. Закрашу окошки иллюминаторов голубым цветом. Можно обвести голубым фломастером, а внутри закрасить, например. С карандашиком. А можно сделать это фломастером. Можно сделать окошки разного цвета. А если у вас есть желание и настроение, то можете даже изобразить там пассажиров разных. Себя, маму, папу, как вы отправились в путешествие в далеким островам. Я введу сейчас темным цветом. Можно выбрать темно-синий или черный фломастер. И обведу очень аккуратно. Иллюминатор. И поставлю вот такие вот точечки вокруг. И это будет означать, что вот они у нас. Заклепочки все. И тоже последнее окошко. Можно по тем же точечкам, которые нарисовали карандашом. А можно нарисовать еще дополнительные. Конечно же, обведу все здесь. Также прорисую. И обведу спасательный круг. Сначала просто по контуру его весь обведу. А потом выберу ярко-ярко-красный цвет. И добавлю ему полосатую раскраску. Выбираю красный фломастер. И закрашиваю. Полосочки могут быть близко расположенными друг к другу. А могут быть расположенными широко. Вот, поэтому вот такие спасательные круги должны всегда быть на корабле. Спасти кого-нибудь. Или вдруг, если во время шторма кто-то выпадет за борт. Тоже очень важно, чтобы кораблик мог хоть как-то помочь спастись своему пассажиру. Труба. Многие корабли, как я вам уже говорила, могут, имеют моторы, но в то же время они еще имеют и парус. И когда попутный ветер, то такие парусники поднимают парус. Да, и лодка плывет порой очень-очень даже быстро. Вот такой вот яркий кораблик у меня сегодня получился. Внутреннюю часть я закрашу более темным цветом, чтобы показать, что труба у нас объемная. И вот так вот еще по контуру обведу сверху таким более темным цветом. Даже добавлю немного вот здесь вот такую полоску. Так, посмотрите, видите, вот здесь вот я забыла закрасить оранжевым. Обратите внимание, внутри спасательного круга вы закрасили. От цвет поюты или нет. После того, как вы закончили раскрашивать лодочку или наш маленький котирог. Давайте мы будем называть котирог, да? Мы ему можем придумать имя. Например, назвать его каким-нибудь храбрым словом. Например, отважный или котирог, который любит приключения. Например, озорник или искатель приключений или мечтатель. И вы можете придумать ему имя. Вот здесь вот эти волны я обведу любым цветом, какой вам нравится. Я вот выбрала такие яркие, сочные. И после того, как я прорисую вот эти вот волны, я возьму цветные карандаши. Здесь вот каюту можно затемнить таким сильным цветом. И теперь начинается самое интересное. Мы с вами можем выбирать разноцветные карандаши и закрасить вот эти волны, которые у нас прорисованы. Причем закрасиваю, видите, я их такими слоями, да? Верхний слой, вот я решила выбрать фиолетовый цвет. Я стараюсь делать мелкие такие, иногда движения, а иногда вот такие широкие. То есть, если мне нужно закрасить вот такую поверхность, как сейчас у меня имеется, такая широкая, горизонтальная называется, да? То я прямо вот такими широкими движениями закрашиваю все очень-очень плотненько. А около волны я делаю вот такие круглые движения. Вот прям как будто я шарик рисую. И тогда получается очень ровно закрасить. Вот у меня уже практически первый слой готов. Следующий я выберу какой-то другой. Вот такой вот розовый можно взять. Посмотрим, как он будет. Хорошо он будет смотреться. Мы можем прям вот это все закрасить. Вы выбирайте цвет, который вам по душе. Какое у вас настроение, вот такой вот и выбирайте цвет. Здесь вот тоже закрасим все это. Когда у нас уже что-то нарисовано фломастерами, карандашиками, потом закрашивать становится очень легко. Можно на самом деле использовать для таких вот, для такого фона, когда мы закрашиваем, можно использовать краски. То есть вы вот уже нарисовали все фломастерами. И вам так не хочется закрашивать фон карандашами. Ну, вы можете взять акварельные красочки, например. И с помощью них закрасить фон. Еще здорово фон закрашивать восковыми карандашами. Они рисуют достаточно быстро. Поэтому рисунок получается ярким. Вот у нас уже два слоя готово. Можно какой-то слой закрасить, например, вот фломастером. Да, у нас не так много здесь нужно красить пространство. Поэтому мы можем закрасить и фломастером. Вот так, желтенько, например. Вот такой яркий кораблик у нас с вами получается. Ну и осталось нам самый нижний слой закрасить. Я бы нарисовала его традиционно голубым, как мы красим волны. Но потом еще дорисовать прям элементы волн. Начинаю всегда раскрашивать с левой стороны, слева направо, чтобы рукой вот это все не размазывалось. Вот так вот. Если мне где-то нужно обвести корабль, то я вот так его обвожу, а потом смело все это раскрашиваю. Можно карандашик немного повернуть. Можно попробовать смешать несколько цветов. Вот вы нарисовали голубым. Можно добавить другой оттенок синего или голубого. Да, вот это у нас такая тяжелая работа, конечно, закрасить карандашами. Но зато работа получается более аккуратной, чем когда рисуем мы красками. Да, красками сложно раскрасить идеально мелкие какие-то рисунки. А теперь я беру фломастер и рисую такие подобия волн. Да, вот здесь вот можно нарисовать их в виде вот таких вот пирамидок, треугольничков. Тоже очень симпатично получается. Можно попробовать нарисовать, прям как волны мы с вами рисуем. Знаете, такими волнами, да. Раз, два, три. Раз, два, три. И добавили кое-где волны. Можно также нарисовать рыбок. И вот она, смотрите, уже получается такая вода. Но достаточно прозрачная, то есть мы с вами видим контур корабля, да. Мы с вами все-все там видим. Можно эти треугольнички закрасить, несколько штук. Можно закрасить все. То есть тут уже, как вам ваша фантазия подсказывает, хотите, закрашивайте. Не хотите, оставляйте просто волны. Ну вот я вот четыре закрашу, а остальные оставлю. Вот мне кажется, так будет очень ярко и красиво. То же самое я сделаю наверху, но уже с помощью других фигур. Например, вот здесь я добавлю просто точки. Смотрите, как сразу получается празднично и нарядно. И такое ощущение, что наш с вами корабль приплыл в какую-то волшебную страну. Вот здесь мы тоже можем нарисовать точечки. Или можно нарисовать в виде волн чайки, да. Только перевернутые обычно они рисуются по небу, да. Вот, а в верхней части я возьму голубой или синий фломастер. Можно прям такие, знаете, звездочки нарисовать. Много мелких звезд. Где-то звездочки и где-то я добавлю немного точек. И, конечно же, я немножко все-таки обведу. Сейчас возьму темный фломастер. Можно взять темно-синий, можно взять фиолетовый. Можно взять черный фломастер. И прям по контуру кое-где, можно не везде это делать, ребята. Я обведу наш с вами корабль. Он тогда станет еще поярче. То есть вот здесь вот где идут у нас вот эти основные детали. Я их просто слегка вот так вот обведу трубу и каюту. И больше ничего обводить не буду. Ну, может быть, разве что вот здесь вот еще окошко, да. И больше обводить ничего не буду, потому что мой котирок готов. Вот такой вот яркий, сочный, веселый, необычный кораблик у нас с вами сегодня получился. Я думаю, он запросто может отправиться в какое-нибудь интересное плавание. И мне кажется, он уже на пути к большим-большим интересным приключениям. Еще раз можете посмотреть на свою картинку. Если у вас есть, например, белая ручка или фломастер, да, вы можете посмотреть, что мы можем где-то добавить, да. Ну, вот здесь, например, мы можем вот такой вот блик на лодочке нарисовать. Где-то вот здесь на корабле провести такую вот линию. На стеклах можно нарисовать вот такие три наклонные полосочки. Это будет говорить о том, что это блики, да, отражаются. Здесь, конечно, не видно, но зато мы можем нанести линии. Вот, например, спасательный круг. Можно волну прорисовать белым цветом. То есть белый цвет очень хорошо смотрится на каких-то темных фломастерах, да, на синим, фиолетовом, на черном. Наш рисунок становится еще более интересным, еще более необычным. Вот, но если у вас нет белого фломастера, то ваш рисунок будет прекрасен и без него. Вам не нужно будет не доставать ни гуашь, ничего. Ну, вот просто такие маленькие детальки, да, интересные. Можно добавлять с помощью белого маркера или фломастера. Вот сюда можно добавить линию. Ну, я думаю, достаточно. Мой корабль готов. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. Мы с вами обязательно вернемся к морской теме. И в других уроках мы попробуем нарисовать другие корабли. Может быть, это будет паром. А может быть, это будет, например, подводная лодка. Потому что это тоже водный транспорт. Я обязательно придумаю еще что-нибудь интересное. А сегодня я с вами прощаюсь. И увидимся в следующий раз. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok